28 октября 1943 года ВМС США провело секретный эксперимент, целью которого было экранирование кораблей от радаров противника. На глазах нескольких тысяч человек эсминец Элдридж с командой из 181 человека исчез из гавани. Это событие широко известно как эксперимент Филадельфия. Уфолог Моррис Джессоп натолкнулся на невероятный тальмонах Университета Филадельфии, изданный 28 октября 1942 года. Невероятная череда опечаток привела к браку в нескольких экземплярах книги. Стихотворная строка «Через год старого моряка не стало» превратилась в пророчество «Через год моряки Элдриджа пропадут». Тогда Джессоп заинтересовался и другими трагическими происшествиями. Всем катаклизмом предшествуют таинственные знаки. В настоящее время в Ярославле некая организация занята массовым сбором макулатуры. Возможно, кто-то, собирая все старые издания, пытается предсказать будущее или даже изменить его. Целью использования средств, полученных при сборе макулатуры, является установка турников. Казалось бы, простое сооружение, если не рассматривать его через призму теории колебаний. Спортсмен, выполняющий на турнике так называемое «солнышко», является живым маятником. Идеальный маятник подчиняется только законам колебательного движения и ньютоновской силе протяжения. Но если подвес заменить живым человеком, то в спор с гравитационным полем вступает поле биологическое. Оно вносит искривление в, казалось бы, идеальную траекторию движения. Едва заметная модуляция синусоиды несет информацию об энергетическом поле человека. А оно, в свою очередь, о глобальном влиянии пространства-времени. Индуктивным методом, по этим данным, возможен статистический прогноз катаклизма. По данным проверочных источников, аналитики этой организации имеют долгосрочные прогнозы, из которых следует угроза экологической катастрофы. Хочешь узнать будущее и поучаствовать в спасении планеты? Собери дома всю ненужную макулатуру, на бумаге сделай отметку со своими контактными данными, найди пункты приема и отдай нашим спецагентам. Возможно, именно твоя помощь может стать ключевой в битве за планету. Субтитры создавал DimaTorzok